Мы прогнозируем, что на конец этого года средняя продолжительность жизни жителей Вологодской области превысит 70 лет. 71 десятая. Мы установим абсолютный рекорд за все время существования Вологодской области. С такой позитивной, в некотором смысле даже сенсационной новостью, сегодня начал свое общение с медиками Али Кувшинников. Поговорили, правда, всего несколько минут. Всех пригласили в зал, чтобы начать официальное торжество. Здесь только лучшие профессионалы своего дела. Все без исключения получили прекрасное образование. Но главное – бесценный опыт, который многие заработали, пройдя через большие трудности. Выходных не бывает иногда и ночи. И с ночи еще придешь днем, значит, как обычно на ставку работаешь, да, потом еще дежуришь до утра и утром опять. И если врач придет, вот после окончания института, он придет вот сюда куда-то устроиться, да, он за эти денежки, он за… Где-то ему нужно жить, за это заплатить нужно, ему нужно питаться, да. Я за то, что учителям и врачам нужно зарплату прибавить. Это не только врачам и учителям, но всем медицинским работникам. Собственно, эта работа правительством области ведется активно. В прошлом году зарплата медиков выросла на 15%. Очередное повышение запланировано на сентябрь этого года. Вообще в отрасли здравоохранения за последние годы произошла настоящая революция, в том числе и техническая. Миллиарды рублей были направлены на ремонт помещений, закупку современного оборудования. Недавний пример. Станции скорой медицинской помощи получили долгожданные новые автомобили. Самое большое их достоинство в том, что они новые. И впервые, наверное, мы получили тот парк, который реально помогает нам в работе. То есть мы не испытываем сейчас сложности с автотранспортом. Машины предназначены для работы в любых метеорологических условиях, как зимой, так и летом, что, сами понимаете, при нашем климате очень важно. Зимой там тепло, соответственно, а летом прохладно. То есть работает система кондиционирования. Отдельный вопрос – дефицит кадров. В настоящее время более 500 студентов обучаются по целевым направлениям. И после окончания вузов вернутся работать в нашу область. Но все же ситуация по объективным причинам по-прежнему остается напряженной. И проблему необходимо решать в самое короткое время. Ведь бесспорно, главное богатство – это люди. Даже самая современная техника никогда не сможет заменить рук настоящих профессионалов. Вы помогаете людям. Вы делаете то, что не можно даже представить словами. Вы присутствуете при рождении ребенка. Вы сопровождаете людей, которые обращаются к вам за помощью каждый день, круглосуточно. И люди верят в вас. Они надеются на вас, как на Господа Бога. И вы оправдываете эти ожидания. Им традиционно желают не только достатка, но и, конечно, крепкого здоровья. А еще сил работать в непростых условиях. Сил спасать жизни. Сил творить настоящие чудеса. Даже когда кажется, что надежды уже практически нет. Александр Устинов, Николай Замараев. Новости Вологды. Новости Вологды. Новости Вологды. Новости Вологды. Новости Вологды. Продолжение следует...